Минская область развивает дорожную инфраструктуру. Все лето плануется драмонтовать, а маль по тысяче километров дорог и десяток мостов. Галлоны вагами с совым проездом. Поступово гравийные дороги, которые лишатся самыми проблемными, модернизуют асфальт и бетонные. Юлия Токар выехала в Слудский район и оценила ход реконструкции истинующих мостов и новые проезды до вёсок. Разбираем мостовое полотно. Был демонтаж балок. Ставим анкера, привариваем существующую арматуре, потом делаем монолитную плиту. Затым приступят до гидроизоляции дорожного полотна и узведения тротуару. Реконструкция путепровода, якому паусту годзе, патрабой изладженных деянею и деталёвых разликов. Переправа пресс-чугуночный переезд, злучая Слуцк и вёску по ГОСТ. Автомобильный трафик был достатково интенсивным. Тому мост вырешили умоцовать и поширить на 2,5 метра. На 2020 год планы у нас такие, что порядком тоже 327 метров погонных мостовых сооружений мы должны отремонтировать. Порядка 440 километров автомобильных дорог и порядка 15 километров ещё сверхпрочных бетонных дорог устроить. Дорога трассы Минск-Микашевичи Р-23 до вёске Гольчицы. Ещё в минулом году тут был проезд со старым асфальтобетонным покрытием, по яким складам было рухаться за множество ям и выбоин. Сегодня её техничный стан, отповидая сучасным характеристикам, аналогичная ситуация была и при уезде у Маглиши. По ней идёт интенсивное движение сельхозтехники в период пассивной и уборочной кампании. Дополнение к этому в течение 17-18 годов увеличилась интенсивность технологического транспорта, участвующего в реконструкции самой автомобильной дороги Р-23. В связи с этим гравийное покрытие, существующее, интенсивно начало разрушаться. Гравийные и грунтовые дороги наибольшь проблемны у кожным из региона Украины. У Минска в области таких прикладнополова. Это без улику республиканских магистралей. Тому шляхи с природного грунта поступово заменять на асфальтобетонные. На сегодняшний день объём финансирования, выделяемый на местную сеть, составляет порядка 5000 рублей на километр. Это на все виды деятельности, включая и ремонт, и содержание, и обслуживание, и строительство новых. Поэтому, конечно, все дороги одновременно мы охватить не в состоянии, чтобы везде провести глобальную модернизацию, улучшение. Капрызы на дворья безумовно отбиваются и на дорогах. Плюсовые температуры, которые резко изменяются на минус, потребуют постоянно опрацовывать асфальтобетон с упрость гололёдными материалами. От их покрытия так само разбурается. Дорожные службы подтримливают техничный стан. Проводят ямочный ремонт, умоцовывают обочины для безопасности как автомобилистов, так и пешеходов. Юлия Токар и Юры Сахет, Зайенство, Телиновин.